Рассказники Петтианам, 5 глава, 9 по 19 стих. Вот 10-11 стих апостол Павел говорит, испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Три задачи. Первая. Испытывайте, что благоугодно Богу. Задание данное надо выполнить. Потребуется вся жизнь. Испытывать, что благоугодно Богу в храме у нас. Ну, надо испытывать. Или мне надо, а дьякону не надо испытывать. Батюшке не надо испытывать. Я вам говорил, что на Евангелие враг, не человек. Через людей враг накинул 4 замка. Первая. Уходит в алтарь, считает, далеко от народа. Это у нас такой храм маленький. Я был в старообрещенском храме на Рогожском кладбище. Меня завели тогда показать. И сказали, это самый большой алтарь в Москве. Как аэродром. Зачем это нужно? Больше нашего всего храма. Алтарь один. И в дальнем конце он там стоит в священниках. Вот первый замок. Второй. Задом к народу. Потому что там Бог. А здесь-то его нету. У Бога определенное место. Чистоязычный подход к этому. Третий. На славянском языке совершенно непонятно. Еще раз закрыли, запечатали. Это уже мертво. Ну и нараспев я еще буду петь, да гнусавить. Почему-то все гнусают. Вот уверяют так. Ну какой-то такой порядок. Как если поп, то обязательно, чтобы забор был зеленой, краской, крашеным. Вот заметили даже безбожники. По Теляевке я так говорил. Диакон стоит, читает, сегодня нормально в дверях. Чистояза развернула лесом туда. Ты кому это считаешь-то? Ну если испытываете, не участваете в бесплодных делах тьмы, ну значит, двоим читал ты, как батюшка, что во тьме не участвовал бы ты. Да диакон. А люди-то тоже нуждаются во тьме не участвовать-то. Я понимаю тебя. Может быть ты скромный. Так батюшке-то боишься в глаза высказок. Я повернусь к нему, пусть он догадается. Это я ему читаю послание апостола Павла. Удостоил ты их. Замок накинул. Юридически необоснованно. Подсудное дело делаешь. Мы уже сколько разворачивали сюда чтесок. И это чтесы делают. То епископ там мешает, то дверь. Языческая боязнь алтаря. Бог есть всюду. Послание нам. Испытывайте, что благоводно Богу. Конкретно сюда пришел. Ты понимаешь, зачем пришел? Вот при вас, батюшка, тульские ведомости. Как вот копия Алтайской миссии. Ипархиальная мурзилка. Жильный архиерея. И печатает весь месяц подням. Тринадцать раз совершил божественную литургию в Кашинске. Совершил божественную литургию в монастыре. Все ночные, где они в одном месте. Да что, Бог пришел нас сюда учить, как божественную литургию служить. Да где вы нашли это слово? Четырнадцать посланий, ни одного слова этого нет. Ни разу, нигде, ни в одном месте. Сегодня утром специально посчитал копии. С Костромы представлены. С Волгограда. Одинаково во всей стране. Что? Литургия. Ну, без литургии нельзя. Это таинство. Это небо на земле. Но ты понимаешь или нет, что литургия для верных дается. И она дается, чтобы все участвовали в ней, не просто стояли. Литургия это общее дело переводится. Кораблостроение идет. Как будто он, может быть он и говорил архиерей пропасть, на такое пренебрежение, что ни разу не упомянуто. Наш архиерей здесь местный Московская патриархия. И в горном Алтае везде, считаю, ну тот тринадцать раз за месяц совершил, этот пятнадцать, более передовой. А один даже двадцать, ну рекордсмен. И ни разу не упомянута о пропаде. Ее как будто и нет, она не нужна. Я открываю Слово Божие и нахожу 180 раз упоминание о благовестии, ни разу в литургии. Нам непонятно ничего. Поэтому люди поняли, что надо прийти, отстоять и уйти. Что-то тут сакральное сделается, там делается. Познавайте волю Божию. Воля Божия познается только через совесть на молитве. И только через Библию. Других путей нет. Нам совесть не подсказывает иногда, она сожженная бывает. Но Слово Божие неизменно. Бог говорит, я бодрствую над Словом Моим. Там четко и определенно сказано, что апостол Павел даже в четырнадцать посланий, нам мало это кажется, и везде одно благовестие проповедь, чтобы люди обратились к Богу. И проповедь продлил заполночь, что один ефтик даже упал. В глубоком сне был. Что-то ефтик падают тут они. Ну, нужно поднимать их, чтобы Павел сошел, оживил и снова посадил на окно. Или пусть стоит, слушает. Упал-то не на службу, а мы на службу падаем. У нас от проповеди еще ни один не упал. Познавайте волю Божию первой. Испытывайте что угодно Богу. Испытывать надо это от рождения. Богу не угодно, чтобы изнеженные дети росли. А вот теперь и мучаетесь. Передачки в тюрьму носить приходится. Баюкали их. А если бы держали строгости их. Пусть он не доест, пусть он не допьет, не так одеты будет. Но чтобы главное, научились чтить родителей. Мы это сегодня увидим из Слова Божия. Вот чему надо учить. Учите, чтобы чтили старших. Это главное. Страх Божий заложили. Боялся греха. А у них ничего нету. Достоевский пишет. На заводе дети десятилетние и развратные. Десятилетние и развратные. Сто лет назад. Сегодня может другая биография? Да сегодня это наоборот может быть сказать. Пятилетние, да уже трижды развратные. Все показывает. Раньше это никто ничего не видел. Познавайте, что есть воля Божия. Вот мы сделали форму. Все как положено. Познали волю Божию. Должна быть скромность. Но надо дальше этого идти. Соответствовать внутренне. Должны быть ревностны. Не так, что переоделся, опять вышел. Я прошу вас прислушаться, что я говорю вам. Почему во время, когда батюшка выходит с чаши, не бегайте никуда, ничего не. Как только 7 минут перед подготовкой к молитвам начинается основание какое-то. А написано дальше. И не участвуйте в бесплодных делах. Мы не обличайте. Ну и делать мы известно. Это грех. Дела плоти. Гнев, зависть, блуд, убийство и прочее. Познавайте. А нам мы познали, отсекли, и больше познавать не надо. Это очень легко делать. Грех. Совет запрещает. Писание запрещает. Батюшка наиспаде нас утерзает. Молодец. Выставляет хоть помаленьку, богословно это. Видно, что трудится, батюшка. Ну а дальше-то обличайте. Кто кого не сказано, обличайте всех. Обыкновенный пастух падает. И он его поднял и говорит, иди обличай царя. Да я пастух. Пастух был, пока я с тобой, Бог говорит, не говорил. Сейчас ты пророк. И в мировую историю войдешь, как пророк Амос, а не пастух Амос. Запомни статус твой, я уже поменял. Нам, Божье слово, было. Было. Объявились. Точно по часам смотрим. Уже не один раз вот это я замечаю. Семь минут. Не трожьте семь минут. Они неприкосновенные. Батюшка там был, наедом заходит. Две с половиной минуты прошло. Специально свернулся по часам. Уже открывает двери. Мы не можем изменить, потому что тут он главный. Он хозяин. Мы раньше не можем, потому что за семь минут. У него часы тут остаются, опережают. Но семь минут эти режутся и режутся. Не трожьте их. Семь минут, я вижу, у нас научаются стоять спокойно. Семь минут идет подготовка. Откройте старое молитвослово. Ну вот, советское время выпущено. Везде. Не борзясь считать. Благоговейно. Приведите мысли в чувство, чтобы на молитве стоять перед Богом. Семь минут. Верните нам эти семь минут. Сегодня семь, пять минут уже отскочил. За пять, больше половины у нас отняли. Вижу уже все. Не успели даже губу подобрать. Вы идете сюда молиться, милые мои. Познавайте волю Божию еще дома. Бог позволил нам вести. Не пястьтесь. Нам неоднократно говорили. Вас не будет с батюшкой потерять. И что будет? Не знаем, что будет. Но у меня, я больше склоняюсь к мысли, потеряю, в ком умрет. Я уже к этому подхожу ближе и ближе. Потому что ревности нет. Одну девочку вижу так ревнует, только маленькая. Вот. А дальше еще не вижу. Чтобы сами ревновали. Чтобы оценили, что нам Бог дал. Какой порядок, чистоту, Слово Божие. Евангелие на русском языке, богослужение на половину на русском языке. С нами епископ. Он болеет. Опираться на сердце, я слышал, придлежит ему. Усильте о нем молитву. Не просто потому, что за архиереем мы обязаны молиться. Он дорог нам. Поистине дорог. Мы что сделали? Добились благодаря тому, что архиерея с нами. Мне пишут люди из-за границы и говорят, невиданное чудо. И везде склоки с епископом все рубят. И у нас это было. Он очень изменился. А какой дальше будет епископ? Представьте, что как местный будет. Он одним махом меня запретит, батюшку отлучит. Все он сделает. Он развалит все. Мы целы. Это надо оценить. Мы для этого пришли, чтобы общей молитвой, соединившись, прославить Творца. Итак. Пройдемся немного по Библии. Что нам Бог скажет на сегодняшнее апостольское чтение? Подтвердит. Чтобы понять не по моим мыслям, а как Дух Святой скажет. Испытывать Бога надо. Волю Божию испытывать. Понимаете? Не меня испытывать. В книге Судей 6 глава 39 стих. Гедеону Бог сказал. Собирай армию. Разбей иноземцев. Дай стране независимость. Моится. И начинает Бога испытывать. Он сказал мне Бог. А действительно он меня слышит? И знаете, он шерсть начал испытывать. Волосами. Ну давайте хотя на этом остановимся. Не забивайте волосы. Вы давайте с волосами остановимся. На волосах хотя бы. Не постригать бороду нигде. А он тоже мокрое будет. То сухое. Испытывал Бога. И Бог его за это не укорил. Мы можем испытывать. И мы видим, как люди искушают уже Бога. Они испытывают. А угодно тебе это Господи или нет. У нас мама так. Когда я нашел Христа, вернулся. Домой стал говорить. Но беспополвцы. А мать каждому из наших детей 10. Благословила пчел с семей. Колодки там. И мне самое плохое. Ну маленький не досталось где-то. Но загадала. Что если он прав, вы знаете. То Господи соверши это чудо. И мать ко мне приходит. И как сейчас помню. Подошло. Это что-то невиданное. И говорит. Через день. Качаю по виду. День пройдет. Залила. Пчела. Все. Это не может быть. У меня 25 колодок. Никогда меда столько не было. И колодку такую поставила. Там мыши пролазят в щели. И слабенькая семья. Откуда, говорит, что бралась. Она мать всю жизнь пачечником была. Я не прилагаю к этому много. Но это свидетельство человека. Который еще слаб в вере. И иногда Господь над шерстью, над пчелами может показать чудо свое. Она испытала. И она приняла крещение. Она приняла Евангелие. Приняла священство. И отошла к Господу, примиренная с Ним. Первое послание Фитцерной Китцам. Вторая глава, четвертый стих. Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие. Верить. Честь какая. Так мы и говорим, угождая не человеком, а Богу. Если бы сейчас вот это предложение вошло, что Бог верил всем священникам благовестия при рукоположении. И чтобы они угождали не архиерея, это человек. Не патриарху, не президенту, а Богу. И тогда, говорит, Бог, испытывающий сердца наши, даст и выполнить это. Он испытует. Да много и не надо. Двенадцать хотя бы таких священников в стране было, и уже бы обстановка изменилась. Угождать Богу. Я бы не хотел огорчать. Это мой родной брат священник. Мы очень близкие с ним. Я должен сказать это, потому что я могу сегодня умереть. И ради каких-то временных выгод я могу промолчать, и что же тогда со мной будет. Я и говорю, следить за этим надо. Примудовь Сирах 2.5 говорит. Ибо золото испытывается огнем, а люди, угодные Богу, вгорнили испытания. Испытывайте, что Богу угодно. Богу угодно, чтобы мы болели, чтобы нас грабили, перестройка была, чтобы ЖКХ нас сдавило. Все везде, Богу угодно, вгорнили испытания. Больше будем работать, на две работы устроимся, за оружие не возьмемся. Бог испытывает нас с Чечнёй и Афганистаном, испытывает нас этим соединением с Московской Патриархией. Это хуже беды всякой, какая была в России. Потому что мы в плоту и кяме к этой приблизи, но будем молиться, и Бог может через нас явить Свою великую силу. Угодно Богу. И третья книга Езре 10.22, когда встанал пророк и говорит, Салтырь наш унижен, Салтырь, это песнопение, это музыкальное орудие, отнято, они в стане врага находятся. А я скажу, Библия у нас унижена, Господи. Возвлухните так, в православии унижено Священное Писание Слова Божия, вообще его нету. Архиерей ездит, литургию совершает, он за литургию отвечать перед Богом будет. Да литургия это естественно, как дыхание должно быть, как за стол я сажусь. Почему не пишут, что я за столом сидел, космонавт обедал. Литургия это жизнь, это питание наше. Главное это, чтобы люди обратились, достойные были литургии. Прищатись. А написано, что прищищаешься, если недостойно, детство пьет в себе осуждение. И может быть главная беда, болезнь, что люди не лечатся, недостойно прищищаются. Повторяю, что имею опыт, 33 года начальник детского лагеря, что самые негодные дети, которые в православных семьях и которые прищищаются. Пусть исследователи найдут причину в этом. Третья книга, Езер 12.48. Просил милосердия, потому что уничтожены святыни наши. Я опять поворачиваю к тому. От слова Божия жизнь начинается. Я прошу милости Божией, Господи, возроди нашу страну. Не через колокола, рисует патриарх, батюшка привез газеты, стоит перед колоколом. Архиерей стоит, крест ставят на куполы. Великое торжество. Колокол ставят. Великий праздник. Покров. Греки этого праздника вообще не знают. Совершенно ничего не знают. Это слово великий на каждом шагу. А я мог сказать так, как великие преступники голову забрали к небу, и туда людей не ведут. Великое упущение сделано, что нам не привезли живое понятное слово. Великое упущение, что переводчикам не давали переводить на родной язык. Великое преступление против русского народа сделали духовные вожди, что не привили у них навыка слушать Бога, искать ответа у Бога, а не у старцев. Новое явление старчества. Ездят через всю страну, спрашивают, а он плетет, что попало. Я ни одного ответа правильно не нашел. Из 15 ответов патриарха, данные в газету литературную, 13,5 ответов неверные. Совершенно неверные. Он не знает Писания, он не рожден и свыше. Такие архиереи сплошь и рядом. И причина только одна, не было встречи со Христом. А если со Христом была встреча, дальше познать волю Божию, Господи. Я так хочу слышать голос Твой. Ни налево, ни направо не уклониться. Сираха, 2 глава, 4 стих. И в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив. Когда сразу нет у нас исцеления. Быть долготерпеливым. Мне кажется, мое терпение где-то к концу подходит, что священники не двигаются. Видимо, надо будет идти по храмам, вручать материалы, бесплатно отдавать книги, что-то делать. У меня давно мечта была. Сейчас я доставлю адреса центральных библиотек России, примерно 150. И везде придется бесплатно отдать полностью каждый комплект. Каждый комплект стоит 2310 рублей. Надо помолиться, чтобы Бог как-то это восполнил. Там сохранится больше. Там будут читать. Вам особый код дадут. Меня вчера уже проинструктировали. Эта мечта у меня с первой книжки была, но теперь нам есть что дать. Будет 22 книги. И в 22-29 говорит, Когда у человека будет уничижение, посрамление, Но он возопьет к Богу, и ты скажешь возвышение. Заметьте, придавили книзу, но с помощью Божьей ты поймешь, Бог возвысил тебя. Познавать надо волю Божию. Бог не желает нас таких видеть. Он ощущает. Он переплавляет. Книга Левит, 22 глава, 21 стих. Богу нужна жертва беспорочная, чтобы она была угодна Богу. Вот воля Божия. Написано, испытывайте Бога. Я решил испытывать по священному писанию. Богу нужна беспорочная жертва, искренняя молитва, несонная. Вижу, стоят дети, крестятся как попало. Да и взрослые неправильно. Сколько раз говорил, когда кланяетесь, поклон должен быть полный, чтобы руку опустить, чтобы могла достать пол, колено не подгибать. Проверить. Руку не надо опускать. Слушайте внимательно. Когда молитесь, руку не опускайте. Прижмите ее к животу. Это проверить себя. Приучайте к этому детей, чтобы рука не моталась, а четко отдавала честь, как в армии. Мы перед Богом. Богу угодно, чтобы напряженная была молитва. Немрежному маханию руки бесы радуются. Я вам попал. Зачем бесов тешить здесь? Для этого мы дом этот получили с таким трудом, чтобы бесовщину устраивать. Полный поклон. А это значит дома не кланяйтесь. Стопоклонщиков не делайте. Сразу видно. Руку точно до плеча доноси, чтобы прямой был крест. А мы испытываем Богу, написано. Угодно Богу? Да, угодно. Все святые об этом говорят. Дьявол бы трясется и трепещет в виде истинной крестное знамение. Не просто отмахнуться, ветер колыхать. Книга чисел 23-27. Есть люди, которые желают Бога перетащить на свою сторону, на дурную. Я знаю. Обо мне многие молятся, чтобы я поскорее околел. И они закажут богослужение, да еще с водосвятием. Как они поздравлять друг друга будут. Не меньше, чем парисеи и садукеи прыгали и скакали, когда узнали, что Христос распят. И вот в этом месте говорится, что когда Израиль входил в обетованную страну, то там был правитель Балак. И он нашел Валаама, знал, что он Божий человек. И он не проклинает. Он говорит, возьму я тебя на другую вершину. Может быть, Богу угодно будет с другой вершины проклясть Израиля. Власти не могли КГБ сломать ничего. Меня сейчас через епископа местного давят, выкидывают везде. Может, с этой вершины. Вершина это гордое, высокое место, занимающие люди. Ну, может, с этой вершины меня Бог проклянет. А если нет, да почему патриарху не жалуются? Да может, с той вершины меня проклянуть? Я считаю и вижу, оно буквально это исполняется. Они с одного места на другое переходят, тут не получилось. Дьявол не устанно трудится. Что он потерпел поражение, его это не касается. Он непрерывно атакует. В лобовую атаку не получилось, он заходит сбоку. Он не мог перепрыгнуть, поднырнет. Это все дьявольские происки. То в книге напечатают, то что-то, чтобы сбить авторитет. Люди не слышали. Первое послание Петра 2.19 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Мы узнаем, испытывайте, что угодно Богу, Павел говорит. И заметьте, мы находим. Не надо выдумать, что Богу угоден монастырь, Богу угодно, чтобы мы не женились, Богу угодно, чтобы мы зарылись под землю, а пришивили там под землей. Это не написано нигде, а написано, кто угодно Богу, если кто страдает несправедливо. А какая польза, говорит, бьются ли вас за ваши проступки? Первое Коринфянам 1.21. Благоугодно было Богу. Еще раз нашли. Записывайте себе, что Богу угодно. Чтобы юродцам пропустили спасти верующих. Не пышности литургии. Хотя она нужна, повторяю, не скажите, что я против. Но Павел-то говорит юродцам, которые считают безумным. А безбожники литургию возвысили. Сталин разрешил служить литургию. Служи. И Берия разрешил. Вот так, чтобы пропустили не было. А если хочешь сказать, напиши. Сначала к полномочиям мы отнесли. Генерал КГБ заверит тебе. Тогда ты придешь и прочитаешь. А литургии служите. Дьявол нисколько не поставил препятствий. Не сказал сократить и выбросить. Потому что тут и власти воинства. Им нравится. Они приходят. Прости за выражение. Они кайфуют здесь. Безбожники. И им даже души никакой нет. Послание к Колосиным. 4.12. Приветствует вас и по фраз, подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы были совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Ну какой этот и по фраз молодец был. Он каждый день молится и говорит, Господь, вот там лежит у нас Алексей в больнице. Через него сделай что угодно Богу. Поехал наша сестра Зинаида в Германии. Господи, ты сделай через нее что угодно Богу. И везде дополняет. Через него сделай что угодно Богу. Какой он молодец. И Павлу так это угодно было, что он в послании к Колосиным подчеркнул. А типа фраза он молится. Учитесь у него молиться. Он испытывает что угодно Богу. Испытывайте, о чем мы молимся. Нуждаемся ли мы в этой молитве? Ждем ли субботу? Или ладно, уж субботу пропущу. Как потеряю. Некоторые вообще не приходят в субботу. В воскресенье придут в месяц, иначе батюшка отлучит. Я думаю, суббота с воскресеньем очень близко сходится. Потому что уже воскресные Евангелия считаются. Послание к Тимофею, 2 глава, 1 по 3 стих. Что еще угодно я нашел. Понимаете, это исследование показывает. Молитесь за царей, за начальствующих. Ибо это хорошо и угодно Богу. Вы не забывайте президента звать как Владимир. Глава администрации теперь Александр. Районного узнаете начальника администрации. Все узнаете, в каком районе живете. Узнайте, кто вас дома управы. И за всех молитесь. Это угодно Богу. Это очень угодно Богу. Павел говорит об этом. И Тимофею, 1, 5, 4 говорит. Вдовица, имеющий детей, или внучат, пусть прежде учит, чтобы они почитали семью и воздавали должное родителям, бабушке. Ибо сие угодно Богу. Испытывайте, что угодно Богу. Чтобы бабки не болтались, где попало. По телефону по полчаса не висели на телефоне. А учи внучат, пойму божественной песни. Приучай их чтить. Родители, старших. И чтобы они умели делиться со всем, что у них есть. Это угодно Богу. Вы все уже назначены для чего? Воспитывать детей. Поэтому у вас уже и с работы освободили. Уже пенсию вам платят. Сидите дома, занимайтесь с учатами. Своих нет, чужих набирай. Послание к евреям, 12 глава, 28 стих. Павел говорит, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, как Богу угодно. Благодать, то есть даром дарованное спасение во Христе Иисусе. Я услышал страшные слова, прям совсем недавно, что священник на исповеди испытывает и спрашивает. Под клятву обещается, что ты так понимаешь, как я, что Богу угоден только один язык церковно-славянский. То один язык в мире угоден. Это против русского языка. Чьими устами враг говорит? Да ты прямая хула на Духа Святого в день 50-ти на всех языках заговорил. А немцы даже изучают, или японцы, или китайцы, даже изучают церковно-славянский язык. Или как? А эти обращаются со всех народов. И Петру было сказано, заколи и ешь из всякого народа, Богу приятен, кто его чтит. А эти священники, которые служат здесь на Алтае. Это мы только случайно где-то что-то узнаем. Познавайте волю Божию. Воля Божия та, чтобы мы были смиренные. Если написано молить из-за царей, за начальствующих, тем паще за своего священника. Мне очень тяжело слышать, когда люди не соблюдают субординацию. И батюшка сделает небольшое замечание, сразу вспыхивает какие-то грубые слова, говорят, безумие. Это абсолютно недопустимо. Тебе маленькое испытание пришло. Да, батюшка, не прав. Говорит, а в чужой разговор встрял. Говорит, а в чужой пса зал что-то схватил. Но это священник перед тобой стоит. Смолчи, посмотри, благослови. Нигде слова не скажи. С кем вы разговариваете? Напоминаю, что лауреат Нобелевской премии это очень большой человек. И только один человек был дважды лауреат Нобелевской премии. Не все знают. Мария Кюрис-Кордоская. И она говорит, у ней были китайские студенты, у ног ее сидели, учились. Я только по глазам могла узнать, по этим узким глазам, что где они недовольны. А у нас сразу я все в глаза вылюплю, я скажу, я такой смелый. Не смелый, а дерзкий. Держать мать всех пороков. Она ведет за собой все остальное. Люди, которые у нас уже из общины, они все были дерзкие. Дерзко разговаривали со священником, плевали перед ним. Утонули в этих семьях сегодня. И так угодно Богу, чтобы мы, написано, чтили священство. Молились за власть. Воспитывали детей и внуков. И Варух, 4 глава, 4 стих говорит так. Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу. Какие чудные слова. Да какие же мы счастливы, что мы знаем, что угодно Богу. Соседи не знают. Диктор выступает по радио, не знает. А мы знаем ее, знаем из священного писания. О, какие мы счастливы в нашей общине, что у нас Библия на достойном месте. Какие мы счастливы, что мы знаем, какой авторитет должен иметь священник. Все из священного писания. О, счастлив ты, человек, слышащий это. Сир, Сирас, 48, 8 говорит так. Некоторые из них делали люди угодные Богу, угодные. А некоторые утонули в грехе. То есть можно находиться в одном городе, в одном доме, в одной церкви и знать, что угодно Богу. А некоторые вообще не познали. Итак, если три задания даны, испытывать что угодно Богу, я только на эту тему сказал. Обличать это уж явно, где явно против Слова Божия, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Три задания в одном стихе. А сколько стихов таких прочитали сегодня? И во всех храмах. И нужно молиться о том, чтобы Бог дал верующих священников. Попы совершенные безбожники. Несчестивые. На священное писание, говорит, и многие из священников обратились к Богу, запятая, и покорились вере. Не до тогда, когда они рукоположили, а уже будучи, они не имели веры во Христа, они верили в тельца, в копыта, в хвосты, что тому требуется. И многие обратились. Хорошо бы, если б был настоящий верующий архиерей. Итак, будем испытывать, что угодно Богу, находясь здесь, и с великим страхом приступая к чаши Господней, чтобы достойно, соединившись с Господом, быть достойными Его и войти в Царство Небесное. Аминь. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...